всем привет дорогие друзья вот пришла пора сделать салат не заняться салатом палыча посадила чистить перчики сама сейчас пойду мыть помидоры пойду мыть огурцы и будем делать мы с вами сегодня салат так вот досняла еще огурчиков пришла без миски посчитала там прикинула примерно сколько у меня огурчиков получится сладких не салатом а сладеньких посчитала думаю ну пойду досниму там считала 6 баночку ну до седьмой баночки там сниму сливающие они тут не только носить у банок наверно на 9 у меня получится всего я имею ввиду посмотрим пошла думаю он сколько их наросло самое то как раз мне прикинула в общем масяшечки такие вот еще оставила растут растут масявочки масяшечки такие уже денек и эти надо будет все снимать подрастут свежепросольными мы еще не солили на будет палыча свежепросольными побаловать ну да надо побольше огурчики такие такие огурчики мне вот например жалко на свежепросольные делать надо и покрупнее даже покрупнее вот этих надо ладно нарастут еще что только-только серединка еще вот весь вверх еще посмотрите весь вверх арка пошла арки вот уже пошли я показывала говорила да как я подкручиваю парочка ну-то парочек увидите пойдут уже вот они уже пошли я вам говорила усы я уже не опойте усы пасынки я уже их не обрываю вот оставлю здесь на конце три-четыре пасынка до третьего листочка потом я его прищипку и на нем тоже будут огурчики они уже вот так будут как лианки спускаться так что огурцов еще будет не очень не так конечно быстро но и быстро если они бы завалили меня конечно если было бы у меня не 10 а 20 кустов я бы уже угорела как я раньше задела по 22 куста я бы уже угорела уже у порхалась бы их заделывать вот 10 кустов вот я сейчас наделаю салата из этих наделаю сладеньких огурчиков вот и так что они мне они у меня молодцы они меня не заваливают идут так как надо все все постепенно все серединочка только еще все впереди все все впереди да и вот говорила я вам что по низу для ту же я пошли уже к пасынки которые вот кто из людей постоянно Werdy да которые я убирала до 6 листа до 5 до 6 листа там куда-то третьего листа убирает до обрывало это посадка но avec листья вот я уже показывала что они снова сейчас пошли вот видите вот они снова уже пошли вот и не вот они уже новые пошли потому что первые обрала чтоб начали кусты плодоносить сейчас снова вот здесь я уже показывала кто смотрит постоянно тот ребята знают вот они вот они видите вот вот они и вот с них уже я тоже сегодня поснимала уже тоже поснимала там уже такие огурцы прекрасные хорошие наросли вот видите вот идут вот вот они идут так что все правильно делать 10 кустов можно обожраться и и распластаться ладно все пошла дел полно ну а теперь вернемся к нашим баранам нашему салату значит что нам понадобится для приготовления салата этот салат ребята из советского союза ему я не знаю тысячи лет очень простой очень доступны и очень вкусная получается вообще очень вкусный получается значит что тут необходимо я скажу вам на килограмм килограмм луку килограмм моркови палыч уже все зачистил мне все натер все я намыла перчики начислил лук начисла морковочку уже в тонны тёр так значит килограмм луку килограмм моркови килограмм перцу килограмм огурцов я сразу оговорюсь я не придерживаюсь никакой рецептуры вот есть у меня сколько я прямо набросала накидала не завешивала огурцов, здесь у меня не килограмм, здесь видно сразу, что побольше, да, вот. Единственное, что я вам скажу, самым главным ингредиентом в этом салате являются помидоры. Вот все на килограмм, помидоров будете класть 3 килограмма, вот. Еще скажу, огурцы можете в этот салат не класть, кто не любит, допустим, вот они, мы будем же его варить, да, салат, кто не любит, вот, вареные, например, огурцы, как я, не люблю, например, нежинский салат, вот. Но ради палоча я положу, ради его я делаю, как бы, огурцы, вы можете не класть, получится так же вкусно, просто бомбический вкус, хуже не будет, вот. Ну, я положу, значит. И вот то, что я сказала, да, все по килограмму, помидоров обязательно 3. Значит, кладете 4 ложки песку, 4, 3 ложки столовых соли, 400 грамм, растительного масла, да, подсолнечного, все это нужно будет нарезать на дольки, перемешать, в посудине, да, там, я вот сейчас достану бочок сверху, со второго этажа, и оставить на 40 минут и дольше. Я скажу, что у меня стоит дольше, чем 40 минут. Хуже от этого не будет, он будет более сочнее, он более пропитается, солью, вот натянем, вот этим он будет более вкусным, мне нравится так. Так, я вот сейчас нарежем, накидаем, и он будет у меня стоять, пока банки, по-моему, вот я приготовила банки, вот, пока тут их намою, растерилизую, вот, и сразу, что хочу сказать, чеснок, вот, видела там у меня, сушится на плите. Чеснок сюда не идет, по рецептуре не идет, я никогда ни разу с чесноком не делала, поэтому ничего сказать не могу. Кто-то, может быть, кладет, кому-то может нравиться, но у меня он не идет в этом рецепте. Так, значит, нарезали, постоял, да, затем 15-20 минут кипятить, его, помешивая, ну, посмотрите по количеству там, да, от килограмма, может, кто-то будет делать на 3 килограмма, там, посмотрите, как закипел он, ну, минут 15, пусть он так кипит, 20, да, и горячим закрывать стерилизованные банки. Преворачиваете, также накрываете ворковой шубой, и он стоит у вас до полного остывания. Еще раз хочу повториться, что я никогда не придерживаюсь рецептуры, ребята. Вот я вот вам сказала, как положено, кто-то может быть делать впервой, да, вот что есть у меня, огурцов побольше у меня, да, перчик, ну, больше килограмма тоже, наверное, морковки килограмм, луку, да, и помидоров там у меня, я покупала, 2,700, есть у меня еще, я могу добавить до 3 килограмм, но я не буду извращаться. Не испортишь, ведь это не, вы понимаете, вы дома делаете салат, да, вы же не замеряете, вот я сегодня там 100 граммов помидоров, да, 50 граммов огурцов, вы взяли там 2 помидора, 1 огурец, там 1 перец, там полу луковицы бросили, завтра вы взяли там 3 помидора, там еще 2 огурца, там 3 перца, вы же не, это салат, то есть кашу маслом не испортишь, его нельзя испортить здесь, если вы побольше, конечно, если положите 5 килограмм морковки, конечно, будет хрень, дребедень, да, но если у вас там 1 кг 200, там примерно, я вам сказала, придерживайте вот этого, примерно, чтобы оно было, значит, 1 к 3, помидоры самый главный, и самый здесь как вот, ну, важный, да, ингредиент, все, ничего, где-то там, я вот накидала примерно, я тут вижу, что я взвешивать буду, что ли, замерять буду, не буду, будет очень вкусно, и ну, ну, разницы здесь никакой нет, если вы, конечно, там не будете нарушать уж прямо так, что, ну, как сказала, 5 килограмм морковки кините, кто-то может любить морковку, и 5 килограмм положит, может, ему тоже будет хорошо, так что, вот так вот, ну, сейчас будем мы делать, я вам так процесс, вкратце покажу, ну, так, ничего сложного, доступный, простой салат, еще забыла сказать, в рецепте, в этом нет укропа, но я укроп положу, почему, потому что, буду класть огурцы, если будете делать без огурцов, можете укроп не класть, но кто-то любит, кто-то любит, можете укроп не класть, там укроп не идет, да, ну, вот, в Нежинске идет же, много-много укропа идет, Нежинский салат, но Нежинский я все равно делаю немножко по-другому, там я делаю с морковкой, с перцем, не знаю, буду ли я сегет его делать, если буду, покажу, потому что, я воприори не люблю вареные огурцы, и этот Нежинский для меня, без каких-то там добавок, я его и так-то, через раз на пятый ем, вот, так что, я положу укропчик, сейчас его вот на мою, забыла сказать, ну, тоже хуже не будет, намыла укропчик, намываю, сейчас, заверну его, полотенышко, чтобы он высох, вот так я его раскладываю, ни одной кучей, ни целой кучей, когда я буду заворачивать, сейчас я вам покажу, оно будет промокаться все, побольше, ах, у меня вот здесь, тоже тесно, вот так вот, он быстрее так высохнет, куча, он будет больше сохнуть, ну, вот, что я хочу сказать, ребята, импровизируйте, это салат, импровизируйте, добавляйте, главное, не переложить соль и сахар, вот, что я вам скажу, да, а так вот, ингредиенты там соблюдать, какие-то, это там не варенье, допустим, что там настолько-то ягод надо, столько-то песку, там уже надо, как бы, как говорится, точненько, чтобы было, а здесь импровизируйте, кладите все, что вы любите, что-то побольше, что-то поменьше, оно будет очень вкусно, все равно, вот, таким вот макарчиком, давай еще сюда, сюда-сюда раздвинься, мальничка, это высушу, чистенький, чтобы ты был у меня, как вот я буду сейчас его заворачивать, видите, он будет, вот, видите, и вот опять пошло уже, видите, хорошо, что, если кучей-то положите, вся куча будет вместе, а тут, вот, так я кручу, и он, весь будет токнуть, потихонечку, вот сейчас, здесь еще раздвинем, разложим, вот, про словечки, полотенца идет, вот, 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 все прекрасно, замечательно, еще знаю, многие, может быть, не напишут, но подумают, слишком много болтовни, слишком много говорильни, ребята, я еще раз повторюсь, у меня не кулинарный канал, я не показываю рецепты, да, конкретно, что, что мы, вот, готовлю что-то дома на кухне, вот, я просто делюсь вот этим, показываю свою жизнь для своих подписчиков, ну, как моя жизнь притекает, вот, сегодня я буду делать салат, покажу вам, тут же буду болталку, да, свою болтать, вот, поэтому, извините, если что-то не нравится, не устраивает, идите на кулинарные каналы, есть там, видео, пяти, семиминутные, где только показывают, как это готовить, полно кулинарных каналов, а я говорю, я показываю, слушаю, сейчас мы Палычем будем пить чай, я там показываю, как мы завтракаем, как мы, поэтому, у меня не кулинарный канал, то, что я уж просто так делюсь, знаете, вот здесь у меня замоченные огурчики, которые помельче, а, Оля, мы приехали, ага, с Гошкой, на машине, вот, я сделаю, вот, по-воленному рецепту, вот, как раз, эти огурчики, сделаю, много я знаю рецептов, но такого рецепта, ребята, я не знала, я попробовала у Зои, я говорю, ой, какие огурцы, я говорю, она мне, попробуй, какие огурцы вкусные, но банку с ней чуть не на раз смолотили, сидели, вот, сейчас вот я их замочила, они у меня будут пока мокнуть, пока я сейчас буду, с Палочем углом заниматься салатом, они будут у меня мокнуть, вот, где-то от двух часов, там, и не важно сколько, кто-то поменьше мочит, у меня тут и свежие сегодняшние сняты, и вчерашние, так, ты что тут делаешь, вот, и покажу, вот этот рецептик, в чем решила сегодня день убить на закрутке, на закрутке, на закатке, ладно, сейчас пойдем с Палочем, перепьем чайочку, чтобы уже взяться за работу, с силами, с новыми, как говорится, не голодными, ребятки, оставила бочок, и будем сейчас нарезать, огурцы кольцами, Палочем жопки обрезает, перчики, дольчиками, так вот сейчас нарежу, лук, полукольцами, ну и помидоры, тоже дольками, огурчики вот так нарезать, не мелко и не крупно, так, чуть побольше полсантиметра, такие, что будет, мелко, полежь, а я перцы буду резать, перцы не мелко буду резать, вот так, потому что они поварятся, чтобы они не, не осталось, чтобы кожа не отвалилась, не осталась одна кожа, вот так, такими вот, широкими полосочками перчика, примерно вот такими, ну и лучок будем резать, вот так вот, не толстый лук порежем, так, лучок порезали, помидорчики, вот так, берешь, вот так, тоже отрезаем, вот так, и вот так, тоже не, узко режем, где-то полтора сантиметра, вот так где-то, по сантиметру, по хорошему сантиметру, перышки, общипала только я, палочек укропчик дорезает, я укладываю морковку, берем 4 ложки сахарного и 3 ложки соли, так, не перепутим, где сахар, где соль, вот это соль, так, 3 ложки соли, так вот, с большой горочкой, 2, я буду потом все равно, ребята, все пробовать, так, 3, достаточно, и, 4 ложки сахара, 1, 2, 3, 4, и наливаем масло, 400 граммов на тот рецепт, я в определенном комментарии напишу рецепт, вот я думаю, здесь 400 граммов будет, я показываю такая, вот здесь я думаю, что будет 400 граммов, я ничего замерять не буду, пусть больше будет немножко, пусть меньше будет, больше не хуже, вот, я ничего замерять не буду, так, вы, если хотите, померяйте, я не буду мерять, 400 граммов, 500 граммов тут будет, и роли никакой не играет, у меня и тут не меряно ничего, сейчас я буду все перемешивать, перемешивать я, конечно, буду руками, естественно, есть такие эстеты, которые этого терпеть не могут, на камеру этого делать не буду, поэтому отключаюсь, и буду перемешивать, все перемешала, сейчас попробую, на соль, на сахар, на масло, и ставим настояться, оно должно постоять, не менее 40 минут, периодически, нужно будет замешивать, периодически прошли, ну, раза там, три запустим, за час нужно, помешать минут, через 20, каждые 20 минут, вот, это сейчас уже, вот такая вкуснятина, там, садись и ешь, да, Балыч? да, свежим, просто, запах, да, запах, пахнет вообще, изумительно, в общем, все, наставляем, пускай стоит, настаивается, банки я намыла, теперь буду стерилизовать, для тех, кто видел повторение, а для тех, кто не видел, скажу, делаю это я уктусом, в прошлый раз, я делала первый раз, увидела тоже этот, лайфхак, так, я прикрывала, прядочки, чтобы не губцало, не прицелось, в интернете, увидела, что так стерилизовала, тоже одна хозяюшка, я попробовала, 6 банок сделала, и они все прекрасно, у меня, грудь все консервировалось, все прекрасно расстояли, ну, кто видел, тот видел, кто не видел, для тех повторяю, очень хороший способ, мне понравился, все баночки выстояли, очень быстро, и мне надежно, ну, что, приступаем, к приготовлению огурцов, делаю первый раз, по новому рецепту, огурчики помогли, побольше двух часов, у меня помогли, копки отрезала, баночки, намыла, содой, простерилизовала уксусом, и сейчас буду вот готовить, на дно баночки кладем укроп, донтиком укроп, лавровый листик один, ну, тут на литровую банку рассчитано, значит, по пять, горошка, перца горошком, по пять горошков, перца горошком, из проститивной автологии, вот так примерно, где-то я буду, так, раз, один, раз, и там написано, по пять душистого сердца, и теперь, на литровую банку написано, одна, две ложки горчицы, не знаю, давайте по полной, полной ложке, я маленькой чайной положу, подморшу, все, и теперь буду накладывать сюда огурцы, и теперь буду накладывать сюда огурцы, 7 баночек из тех огурчиков, что я оставила. Будем готовить рассол. Сразу скажу, что в этом рецепте чеснок не кладется чеснок. За 3 литра воды нужно положить 100 граммов соли и 200 граммов песка. Все хорошенько размешаем, растворим. Растворили сахар и соль в холодной воде и холодной водой заливаем. Залила баночки, накрываю их кусочками и ставлю их стерилизоваться в кастрюлю. И как только первые булочки пойдут в банки, в рецепте подключаю. Видно вам? Во, во все идут. Теперь добавляем кусочки. На литровую банку две ложки. Ну, тут в этой баночке 0,9 я сделаю две кусочки. Одна. Две. Закручиваем. И закручиваем. Переворачиваем. Ну, все. Кипит вовсю. Тут еще буквально покипит 3 минутки и выключаю. Дома оставила, ребята. Помнила сейчас воронку, даже широким рылом. Блин. Даже вот ведь были дома. И палачу заказывала привезти машинки и взяла закаточные. А про воронку вообще забыла. Ну, придется так попадать. Что делать-то теперь? Прямо, конечно, полечить все. Все разложила. Получилось у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Банок это я закрою и сейчас закручу. Баночка вот и полная остается. А то мы оставим, скажем так, на еду сейчас. И попробуем, да? Закручить. И вот положила полутора баночку. Зо я попробовала. Давайте. А 9 баночек закручу. И теперь буду закручивать. Ну что, посмотрим наши баночки. Должны остыть уже. Да. 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 Ох. Получка умничку чистит. Ну как. Ну какое-то неудобно мне столько. Огурчики. Сейчас посмотрим салатик. Ой. Все хорошо. Все отлично. Сейчас посмотрим салат. Как будут стоять. Наблюдать будем. Выставим сейчас их. Вид-то очень даже ничего. Очень даже симпатичные. Тут салатик у нас. Открываем. Вот. Одной рукой. Ладно. Сейчас переверну. Такой салатик. Вот. Такой салатик. Салатик.